20 лет назад Джон Дарвин вошел в полицейский участок Лондона и сказал офицеру, «Я думаю, что я пропавший без вести». Это его история. Со стороны Дарвина казались нормальной семьей. Например, Джон Дарвин работал учителем и тюремным надзирателем, в то время как его жена была обычной домохозяйкой, воспитывающей своих детей. У пары было двое детей, в дополнение к их собственному небольшому бизнесу по аренде кроватей. Ничто не казалось необычным до того дня, когда Джон Дарвин, казалось бы, исчез с лица земли, и все стало еще более странным, когда он появился через несколько лет после своего исчезновения. Загадка, окружающая события этой истории, покорила зрителей по всему миру и заставила всех задаться одним вопросом. Почему? Джон Дарвин родился 14 августа 1950 года в Хартпуле, Англия. В детстве он посещал среднюю школу Святого Франциска и собирался поступить в колледж в Ланкашере. Когда он учился в колледже, Дарвин изучал биологию и химию. Ивно в Блэкхолле в 1973 году Джон Дарвин женился на своей тогдашней жене и будущей сообщнице, Энн Стивенсон. После женитьбы Джон уехал и почти 18 лет проработал в Дервинсайде, учителем естественных наук и математики. После своего довольно продолжительного пребывания в качестве преподавателя, Дарвин пошел работать в банк Барклайс. Поработав там, Джон снова смеял свою профессию. Его следующей работой была должность тюремного надзирателя в тюрьме Холм Хаус. Жена Джона, Энн, нашла работу секретаршей в кабинете врача, но у них также был свой собственный бизнес. Они сдавали в аренду кровати в Градстве Дарем. Но в 2000 году столкнулись с серьезными финансовыми трудностями после покупки двух домов в Ситон Кэрью. Неудивительно, что долг вызывал у Джона серьезный стресс. В интервью Энн объяснила, что Джон был так заинтересован в том, чтобы казаться обеспеченным, что в итоге отправил их в спираль долгов. Сам долг, как говорили, составлял десятки тысяч долларов. Из-за этого Джон начал обсуждать быстрые и простые способы избавления от долгов. Одна из идей, которую он начал обдумывать, состояла в том, чтобы исценировать собственную смерть, чтобы подать заявку на страховку. 21 марта Дарвин решил отправиться на своем каноэ в море в Ситон Кэрью. После того, когда Дарвин не явился на работу, властям сообщили, что он пропал без вести. В результате была начата масштабная поисковая операция. Поиски велись на территории берега. Поисковикам удалось найти весло и каноэ в разных местах. Однако они не были уверены в том, как такой инцидент был возможен, поскольку погода была почти идеальна. Первые месяцы после исчезновения были непростым временем и для Энн, и для Джона. Пара даже решила сохранить это в секрете от своих сыновей. Поначалу Джон нашел убежище в комнатушке по соседству с семейным домом. Однако в конце концов он вернулся к Энн в 2003 году. Все это, конечно, было сделано в тайне. В течение этого времени Энн ждала свидетельства о смерти Джона, в котором, наконец, было указано, что он скончался в тот день, когда пропал без вести. Как только она получила свидетельство о смерти, ей было легко начать процесс получения страховки на жизнь. Говорят, что Энн получила примерно 25 тысяч фунтов стерлингов в дополнение к большой сумме, которая затем была использована для погашения ипотеки пары. Именно в этот момент большая часть стресса, которая накопилась у Джона, была снята. В какой-то момент в 2003 году Джона Дарвина узнал один из жильцов дома, который принадлежал Дарвину. Человека, который узнал его, зовут Ли Уодроп. После первоначального признания он по существу спросил Дарвина, почему он не умер. Дарвин предположительно ответил, сказав, Ли не говорить об этой встрече ни с кем. Ли, не желая запутываться в этой путанице, последовал совету Дарвина и не пошел в полицию. Именно в этот момент Дарвин понял, что должен подумать о переезде. Рассматривая возможные места, куда они могли бы отправиться, Дарвин подумал, что Кипр может быть жизнеспособным вариантом. В 2004 году он начал этот процесс с подачи заявлений на получение паспорта. Он подал заявление под вымышленным именем Джон Джонс, но также пошел на риск и использовал настоящий домашний адрес. В конце концов он получил паспорт без сучка из-за Доринки и к 2004 году пара отправилась на Кипр. Цель поездки состоялась в том, чтобы решить, хотят ли они приобрести там недвижимость. К 2005 году Дарвину удалось избежать поимки, однако это не означает, что его никто полностью не видел. Считается, что человек по имени Мэтт Отти встретил Дарвина во время рыбалки на озере в Пензансе. Когда Дарвин представлялся, он, как сообщается, использовал имя Джон Уильямс. К тому времени, когда он вернулся домой, Дарвин был в процессе планирования своих следующих странных приключений. Он, казалось, был полностью уверен, что его никто не узнает. Когда Дарвин вернулся в Великобританию, он начал проводить все больше и больше времени в интернете. Во время серфинга в сети он общался с несколькими людьми. Среди них была женщина из Канзаса в Соединенных Штатах, с которой Дарвин в конце концов хотел встретиться лично. По возвращению он отправится в еще одно путешествие. Однако на этот раз он встречался с торгоцем лодками Робертом Хопкином в Испании, чтобы осмотреть катамара, на который он собирался приобрести. Следующий след Дарвина будет обнаружен в 2006 году. До этого момента ему удавалось быть в тени, за исключением нескольких человек, которые сначала узнали его, но не сообщили о нем властям. На этот раз сосед Дарвина начал выполнять какие-то строительные работы. Дарвин, конечно, был не слишком этим доволен. Он подал возражение против планирования, но, конечно, подписал это вымышленным именем. В июле 2006 года Дарвин и его жена решили отправиться в Панаму. Пока они были там, они снова подумали о покупке недвижимости, чтобы начать там свой бизнес. Они встретились с агентом по недвижимости, чтобы оценить неженеспособные варианты. Агент настаивал на том, чтобы пара сфотографировалась с ним, чтобы ее можно было использовать в рекламных целях. Именно эта фотография была затем опубликована в интернете и позже стала печально известной. Джон и Эн Дарвин переехали в Панаму в 2007 году. Пара основала там новую компанию. С помощью этой компании они купили квартиру с двумя спальнями за 50 тысяч фунтов стерлингов в Эльдорадо. Эн Дарвин решила вернуться в Великобританию в апреле 2007 года, в то время как Джон остался в Панаме. Она хотела быть там, пока не продаст семейный дом. Месяц спустя пара решила продолжить покупку недвижимости за 200 тысяч фунтов стерлингов в Эскобале, которая находится недалеко от Панамского канала. Именно в этом месте они рассматривали возможность строительства отеля, в котором путешественники могли бы отдыхать на каное. К июню Эн вернулась в Панаму. Но когда она еще была в Великобритании, коллега подслушал ее разговор по телефону и заподозрил неладное. Он понял, что она разговаривает с Джоном. Коллега сообщил о своих подозрениях властям, которые вскоре после этого начали расследование по этому делу. Однако это не помешало Эн продолжить свои действия. Она присоединится к Джону во время отпуска в Коста-Рике в ноябре. В это время Панама внесла изменения, которые перевернули планы Дарвинов. Новые инвестиционные виза требовала, чтобы личности людей, подающих заявки на визы, были проверены полицией страны их происхождения. Таким образом, Дарвину потребовалась бы официальная проверка полиции Великобритании, что было бы почти невозможно, используя его поддельные имена и псевдонимы. После возвращения в Великобританию он разработал план, который, по его мнению, даст ему лучший шанс получить необходимые документы, прежде чем позволить ему вернуться в Панаму. 1 декабря Джон Дарвин приступил к осуществлению своего гениального плана – одурачить полицию. Он вошел в полицейский участок в Лондоне и просто заявил, что ничего не помнит о предыдущих пяти годах. Услышав эту новость, Энн изобразила удивление, шок и счастье. Однако полиция не купилась на представление, которое они разыгрывали. Обстоятельства дела были просто слишком подозрительными. Она переводила огромные суммы денег за границу, несколько раз отдыхала и продавала семейный дом. Только пять дней спустя вышла история о Дарвинах. Кто-то случайно наткнулся на их фотографию с агента по недвижимости в Панаме через поиск в Google. Когда ее спросили о фотографии, Энн, как сообщается, ответила «Да, это он. Мои сыновья никогда меня не простят». Фотография была доведена до сведения полиции Кливленда, которая в этот момент пришла в дом сына Дарвина, Энтони, чтобы арестовать Джона. Как и Энн, сыновья были вне себя от радости, когда узнали, что их отец жив. Однако им не потребовалось много времени, чтобы начать изучать некоторые детали этого дела. Как только стала проясняться дополнительная информация, они оба поняли, что их обманули родители. После шокирующего откровения их сыновья решили прекратить все контакты как с Джоном, так и с Энн. Как упоминалось ранее, Дарвин использовал фальшивое имя Джон Джонс, чтобы подать заявление о получении своего паспорта и других важных документов. Используя эту информацию, полиция смогла проследить за его предвижениями в предыдущие пять лет. Они раскрыли все его поездки и поняли, что он использовал личность ребенка, который умер через несколько недель после его рождения. Когда Уэн и Дарвин брали интервью, она объяснила, что изначально верила, что Джон скончался. Однако он появился в доме в 2003 году, и они решили тайно поселить его между домом и соседней спальней. От кровати в стене была потайная дыра. Дыра вела в дом через фальшивый задний шкаф. Энн также присутствовал на расследовании смерти Джона всего через два месяца после того, как он вернулся. Супруга первоначально заявила, что ее муж Джон исчез, пытаясь заставить пару обналичить полис страхования жизни, который он взял на себя. Тем не менее, поскольку тело не было найдено, они не выплатили по полису в полном объеме. Вместо этого страховая компания выплатила только половину страховки, которая составила в общей сложности 25 тысяч фунтов стерлингов. После того, как история Энна раскрылась, Джона арестовали и обвинили в том, что он сделал ложное заявление для получения паспорта в дополнение к получению денег по страхованию жизни путем обмана. На следующий день Энн была арестована, когда возвращалась в Великобританию. Еще через пару дней и Энн и Джону предъявили обвинение в мошенничестве. У Джона были некоторые дополнительные расходы, потому что он использовал фальшивое имя, когда подавал заявление на получение паспорта. В результате он получил срок в 6 лет и 3 месяца. Как ни странно, Энн получила 6 лет и 6 месяцев. Супруги хотели обжаловать оба своих приговора, но все апелляции были отклонены. Получилась, я думаю, очень интересная история. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также оставляйте свое мнение в комментариях. Не прощаемся.